Всем привет! В лесу засуха. Сегодня 1 ноября. И мы идем на любимое место в надежде найти грибы. В этом году болото нас таким цветом еще не встречало. Было зеленое, желтое, оранжевое, но коричневого у нас еще не было. Это значит, что прошли сильные воздушные заморозки. Весь хмель стал коричневым. Недалеко от нашей цели высохшие лесные озера. Правда, мне не очень верится, что здесь были озера. Похожи на гигантские муравейники, из которых торчат деревья. Но старшие люди говорят, что все же были озера. И даже рыба водилась. У меня нет оснований, чтоб не верить. Посмотрим, найдется какие грибы в такую засуху. А вот и наши знакомые слизевики. Я про них рассказывала в предыдущих видео. Наверное, они сейчас карабкаются наверх, но очень медленно. Мы заметить не можем. А в сосновом лесу первая находка – семья краснеющих рядовок. Некоторым они нравятся, а некоторые говорят, что они им горчат. Поэтому не будем их брать. Мы надеемся на польские. И вот какое чудо. Первый есть. Они теперь маскируются очень хорошо. Раньше только хвоя им помогала, а теперь и листья. Вот такие гигантские растут даже в засуху. Когда дожди пойдут, будет только веселее. Ну а пока ищем, как есть. Ищем и находим. Чтобы искать грибы, не обязательно бегать по лесу. Нужно только приглядеться. Пригляделись и даже фиолетовые рядовки пошли. Тоже очень замечательные грибы. И мы их берем сочные и жирные. Все потому, что рядом болото. Смотрим внимательно. Грибы есть и старые. И молодые. Главное – терпение и внимание. Хорошенькие. Эти пойдут на закатку. А этот будет в жарке вкусным. Я думала, что в засуху грибов не будет. Но спасибо этому Бору. Мы немного грибов нашли. Не зря он у нас самый любимый. Без грибов домой нет правил. Теперь дожидаемся скорых дождей. И сезон начнется заново. По крайней мере, я так мечтаю. Ну что же, после их дождя обязательно проверим, пойдут грибы или нет. Всем пока. До новых встреч. Нас еще ждет много интересных полетеней и экспериментов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...